Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Алексей, рад всех приветствовать вас на своем основном канале. Сегодня у нас снова обзор мода для игры Евротрак Симулятор 2. На этот раз у нас снова сканья 4 серии, раньше у нас уже был обзор, по-моему даже на этот же самый мод, но сегодня вышло обновление под версией 1.4 для данного мода, то есть добавился тандем и всякие возможные прицепы под него, ну и другие какие-то мелкие улучшения, то есть в процессе все это мы дело посмотрим. Пока так просто осмотримся, посмотрим на сам грузовик с внешней стороны, ну в принципе сделано все довольно неплохо, то есть где-то что-то если и было не так, автор это сам обнаружил, все поправил, ну в принципе что было и на той версии, все отлично сделано, ровно что и на этой, то есть все довольно-таки прилично смотрится. Давайте наверное перейдем к кабинам, то есть здесь у нас всего лишь две кабины, то есть это Normal вот такая низкая и Topline, то есть здесь вы также уже сами под себя все это дело подбираете, выбираете любую кабину, давайте выберем Normal, то есть вот такую маленькую низкую кабину и перейдем в шасси, то есть здесь у нас уже идет большой-большущий просто выбор всяческих шасси, то есть включая стандартные 4х2, 6х2, дальше у нас идет 6х2 BDF, то есть мы здесь просто потом уже в процессе поставим соответствующую какую-нибудь будку, дальше она у нас идет точно такое же, но бампер у нас если здесь пластик, и здесь у нас окрашен в цвет кузова, то есть ну тут вы уже собственно говоря тоже выбираете, что вам все больше всего по душе. Дальше у нас есть 6х2 Color, это у нас просто 6х2 с пластиковым бампером, есть 6х4, 6х4, 4х4, то есть с подруливающей осью, то же самое есть и на BDF, то есть довольно-таки хорошо помогает вот это заднее колесо в повороты заходить, то есть советую ставить все-таки такое шасси, но также есть оно у нас и окрашенное, есть и 6х4, 4х Color, то есть есть оно у нас в пластике, есть оно у нас окрашенное. Давайте остановимся наверное на выборе вот этого шасси, посмотрим что у нас подвигательное, здесь довольно-таки интересный момент, я не зря приближаю вот эту область, то есть если мы поставим 114,340, у нас соответствующие шильды выводятся на решетку радиатора, то есть фальшерешетку и как мы видим здесь у нас все меняется в зависимости от того, какой мы с вами двигатель поставим. Ну давайте сегодня сделаем вот этот, 164L у нас будет скание с V8 580 лошадиных сил, то есть ну в принципе это здесь наверное самый мощный двигатель, который существует. Коробки здесь две, простая с ретардером, ставим с ретардером, как всегда, имеется аж 4 выбора салона, то есть это у нас самый простой, с серебряной, так скажем, да, выполнен под серебро, но это скорее всего типа металла, что-то такое, приборной панелью, вот так у нас выглядит весь салон, это у нас он с низкой крышей, еще раз повторяюсь, вот так вот он у нас выглядит, даже если мы сейчас, давайте попробуем поменять кабину на топ-лайн и осмотреться, какая у нас топ-лайновская крышка какая, то есть сразу все у нас меняется, интерьер, да, становится выше, то есть у нас здесь есть спальное место, здесь есть спальное место, и у меня не хватает просто угла камеры, оно по идее еще должно быть здесь. Давайте вернем назад нашу кабину, посмотрим, что у нас есть дальше, есть стандарт вуд, то есть уже с деревянной приборной панелью, выполненной под дерево, есть просто стандарт с пластиком, и так называемая эксклюзивная отделка, то есть у нас остается приборная доска в пластике, но меняется, собственно, вся остальная текстура кабины, то есть она становится белой, и, к сожалению, вот, наверное, да, не меняется снаружи, то есть с внешнего ракурса, да, то есть если мы там поставили эксклюзивную, здесь у нас все светленькое, ну, а здесь у нас просто как все было серое, собственно говоря, так это и осталось. Ну, давайте сделаем выбор приборной панели под дерево, она мне очень нравится, давайте оставим ее. Дальше, что касается перекраски кузова, здесь есть тоже несколько моментов, а именно их пять, есть у нас заранее подготовленные перекраски, то есть Caterpillar, еще одна ката-компания, DHL, Omega, Омеговская, как там называется, Pilsenolno, и Rico. Ну, вот здесь вы, собственно, тоже выбираете, что вам больше нравится, то есть как вы захотите ее поставить, не захотите, ну, давайте оставим Rico, пусть будет нечто такое интересное. Ну, и стандартные цвета, то есть здесь уже показывать особо нечего. Переходим, наверное, на самое основное, это тюнинг, то есть начинаем с колес, поддерживаются любые паки колес, которые у вас присутствуют, ну, я все моды отключаю для того, чтобы тестировать мод без каких-либо ошибок, то есть, ну, здесь, давайте, я не знаю, выберем какие-нибудь более-менее подходящие колесики, ну, давайте поставим вот эти, да, то есть самое более-менее нормальное из дефолта, это вот эти стороны, да, ну, и на заднюю ось, я не знаю, какое выбрать даже, наверное, давайте поставим такое же, ну, чтобы хоть как-то более-менее было все это дело похожим. Дальше. Переходим на бампер, то есть здесь у нас есть такие вещички, типа брезговиков, да, передних скания и вот таких вот, то есть, ну, давайте поставим скания, не знаю, интересно выглядит. Есть у нас защита бампера, то есть называется, называется она как? Монументум, камикадзе, то есть, тут такой отсекатель интересный ставится. Мираж, это просто стандартная юбка такая, стинг и самурай, то есть, ну, уж так же выбирайте, что вам больше всего по душе, и, соответственно, сюда можно налепить всяких лампочек, ну, я, в принципе, не любитель такой ерундистики, я это все дело сразу снимаю. Дальше у нас есть возможность установки кенгурятника, то есть, можно поставить вот такой специализированный, да, либо же просто выбрать любой другой из дефолтных, которые присутствуют изначально в игре, ну, я ставить ничего такого не буду. Дальше есть у нас такая вещь, слоты под лампочки, то есть, вы сюда так же можете понавешать кучу всяческих лампочек, допустим, вот так это все делать, затюнинговать, да, вот, включаем фары, ну, а сюда мы ставим просто сканер супер, не знаю, в принципе, смотрится неплохо, я думаю, можно это все дело оставить. Дальше, чуть выше у нас уже идет, как бы, в основном тюнинг салона, но некоторые вещи все-таки стоит показать при виде из снаружи, так скажем, да, можно поставить вот такой кубик сканер, простой сканер, то есть, он не подсвечивается, а есть подсвечивающий, то есть, который у нас влияет от включения светофар, но здесь особо этого, в принципе, не видать, давайте оставим это так, как и есть, сканер люм. Здесь у нас есть возможность установки телепаз, то есть, дистанционного функции, ну, как выполнять функцию дистанционной оплаты проезда на платных участках, то есть, можно поставить вот одну, вот такую штучку, а можно поставить просто целый набор, то есть, здесь вы уже тоже сами под себя все это дело настроите, как вам больше нравится, ну, давайте оставим такое. Есть на выбор четыре полочки, то есть, они у нас в некоторые цвета уже окрашены, ну, вот, в принципе, самая такая нейтральная, это четвертая, то есть, в принципе, подходит под все кабины, да, то, что касается тюнинга, мы уже посмотрим на это из салона. Ну, здесь это у нас уже идет тоже связанное с салоном тюнинга, что касается зеркал, у нас их можно сделать в краску, либо в пластик, здесь вы уже тоже сами выбираете. Дальше у нас, что идет, логотип скания, который вешается в, так называемый, спальник, да, то есть, их тоже просто великое множество, и вы уже выбираете сами, какой вам больше всего интересен, но мне вообще никакой не интересен, я это все дело убираю. Дальше, здесь у нас идет шторка, то есть, у нас на выбор три, вот таких шторки, ну, я не знаю, вот это, по-моему, более-менее как-то подходит под сам цвет кабины. Вот здесь у нас можно установить пластиковые дефлекторы на боковые окна, а вот эта вот точечка у нас отвечает за боковые шторки, то есть, мы выбираем соответствующую на лобовом и уже подбираем под лобовое окно, да, вот эти вот шторки. Ну, там у нас ставится лаптоп, да, я все покажу в самом салоне. Так, это логоскания, вот, у нас есть также несколько лайтбаров уже заранее подготовленных, то есть, мы можем на них понавешать тоже каких-нибудь фар, которые у нас здесь предоставлены. То есть, их здесь также великое множество, выбирайте вы уже, собственно, сами, какую хотите, ну, я не знаю, можно вот эту, наверное, как-нибудь, так, через одну не получится. Можно сделать вот так, наверное. Интересно смотрится. Давайте сделаем так. Дальше у нас есть возможность установки проблескового маячка, и здесь у нас можно поставить вот такой спойлер на кабину, да, то есть, только такая функция здесь у нас есть. На, именно на этой кабине, на модификации топ-лайн, то есть, на высокой кабине. Вот здесь, в этой области, где у нас сейчас стоит лайтбар, чуть ниже есть область под наклейки, то есть, там можно понаклеить кучу, кучу просто различных наклеек, там, скания, скания топ-лайн, king of road, в принципе, что вы хотите, там, сами по себе уже подберете. Ну и, наверное, осталось самое основное из внешнего, это установка, собственно говоря, того контейнера, который у нас и будет постоянно висеть за спиной. То есть, если мы переключимся назад, здесь у нас, в принципе, ничего не устанавливается, то уже в салоне у нас тюнинг в основном идет. Есть у нас вот такой открытый борт, вот так он у нас выглядит, то есть, там доски даже есть. Есть такой окрашенный, в черный цвет. Это, ну, скин, как-то вот вроде он сочетается со цветом скина. Шторка окрашена, то есть, ну, просто почему она черная, сейчас объясню, я вот только что буквально понял, из-за чего это. То есть, когда мы устанавливаем скин, сам скин на кабину, он изначально как рисуется на черном фоне, и все это дело берет оттуда. То есть, если мы покрасим, допустим, в любой стандартный цвет, у нас это дело, соответственно, все, как вы видите, меняется под цвет. Ну, почему-то только спойлер у нас не красится. Ну-ка, если... Да, спойлер у нас, к сожалению, только один, он у нас не красится никоим образом. Ну, да, вот если ставить такие перекраски, то есть, здесь такой косяк, что окрашенные в цвет кузова, да, могут все-таки как-то так подкосячиться. Ну, давайте такую белую оставим. Ну, и я не знаю, 6 на 4, так, 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 так. Нет у нас... А, нет, вот оно, да, вот так я хотел сделать. Отлично. Переходим дальше. Здесь у нас есть со скином, и просто пустая. То есть, это если мы будем возить бревна, у нас туда будут накидываться бревна, да, то есть, вот так мы можем это дело сюда добавить, либо просто гонять пустой. То есть, сразу хочется сказать, заострить внимание на том, что с модом идут несколько архивов прицепов, то есть, их всего, по-моему, 5, и, соответственно, они подбираются вот под все вот эти вот, то, что у нас здесь есть. То есть, это борт, и я вам сейчас это все показываю, чтобы вы просто знали, что конкретно за что отвечает, чтобы, ну, кучу раз не запускать, не отключать игру. То есть, есть бурта, вот, так называемый, есть также такой же архив, это, то есть, борт, вот так он выглядит, вы можете его поставить. Это у нас рефрижератор, то есть, соответствующее название, также есть и в прицепах, то есть, там 5 архивов целых. Вы его выбираете. Именно один нужно выбрать, лишь только потому, что, если вы подключите этот архив, один-единственный, он заменяет вообще все грузы в игре, то есть, ну, я не знаю, почему так это все было сделано, то есть, у вас полностью в игре везде постоянно будет стоять именно вот этот трейлер, который вы подключили, и это, наверное, является просто, ну, наверное, самым главным минусом данного мода, то есть, ну, можно было все-таки как-то постараться сделать в отдельную прописку как-то, либо на замену одного из трейлеров каких-то, но не принимать такие кардинальные меры, что вот просто все заменяется, и у вас вот эти постоянно бдфские трейлеры везде стоят. Дальше у нас есть так называемая штора, да, в простонародье называется штора, вот так она у нас выглядит, и красится, соответственно. Ну, и локс, то есть, я на данный момент подключил лесовоз, то есть, у меня подключен прицеп лесовоз, и у меня на базах везде эти лесовозы стоят. То есть, давайте сюда закинем дрова, и перейдем в салон, то есть, посмотрим, что у нас ставится здесь. Здесь у нас ставится GPS-навигатор, ну, это у нас уже пройденный этап, здесь у нас книжечка, здесь можно положить сигареты, здесь у нас, ну, это полка, лаптоп можно поставить, выполняющий функцию навигатора, и навигатор снять. Давайте попробуем, интересно, ни разу не делал этого сканя люм, здесь у нас уже идут всяческие шторки, здесь у нас идет возможность повесить вымпел, но, к сожалению, он почему-то у нас хочет заменить флаги вот на лаптоп, да, либо поставить вот такие, я не знаю, получится, да, получится отлично, вот такую штуку мы сделаем. Здесь у нас, я не знаю, что там, если честно, снимается, а, все, понял, это у нас козырьки, здесь у нас ставится рация и радио, то есть, музыку можно послушать, ну, якобы так сделано. Здесь у нас такая упорная пассажирка, не люблю я эту тему, я ее сразу убираю, ну, и зеркала можно поменять, ниже здесь у нас можно также поставить лаптоп, можно сделать вообще два навигатора, да, то есть, если вам что-то как-то показалось, что маловато, если заблудитесь, ну, а здесь у нас уже идут всяческие газеты, плейболы, автожурналы, то есть, ну, если вам нравится подобный тюнинг, то есть, вы можете их поставить, в принципе, стоит недорого, всего 5 евро, ну, давайте оставим плейбой. Фух, ну, в принципе, на этом, наверное, и все, то есть, сам тюнинг грузовика был полностью вам продемонстрирован. Во второй части, после буквально нескольких секунд перерыва, я покажу вам, как работает сцепка, то есть, как работают эти все повороты, как машина заходит в повороты, как она себя чувствует на трассе, ну, в общем, посмотрим с вами всю-всю физику, которая у нас идет с данным модом. Ну, вот, собственно, мы и выбрались на улицу, то есть, я уже подобрал трейлер с дровами, выехал немножко за город, так как все это дело забирал на ферме, там были такие звуки коров, лошадей, все это дело мешало фоном, не очень это все дело, конечно, было. Ну, да ладно, выбрались мы на ближайшую стоянку, по-моему, где-то под Берлином, что ли, где-то недалеко. В общем, вот, давайте посмотрим, как у нас все это дело выглядит уже в самой игре, то есть, давайте посмотрим, что у нас здесь в салоне, вот журнал с девочками, вот такая у нас кабина, да, свой маленький такой мирок, который мы с вами создали. Давайте мы заведем двигатель, посмотрим, как у нас работает подсветка приборов, то есть, все это дело у нас работает вот так. Соответствующий мониторчик у нас отвечает за то, чтобы показывать нам температуру масла и прочего, температуру двигателя, показывать, сколько бензина у нас осталось, точное число и сколько мы на нем еще проедем. Ну и, собственно, скорость нашу текущую, да, то есть, можно даже чуть-чуть проверить и скорость, соответственно, на, которого мы сделаем на круиз-контроль. Время выделено у нас в отдельное окошечко, ну, вот, собственно, наш навигатор на ноутбуке, да, то есть, я все удивлялся, думал, как это дело у нас все выглядит, а выглядит это все довольно-таки просто, то есть, просто у нас он устав, дом, блин, туда. Ну, давайте, наверное, посмотрим, как у нас автомобиль управляется, то есть, сразу хочу сказать, что лучше играть на руле, так как на клавиатуре, ну, довольно тяжко, приходится повышать чувствительность руля, нужно больше в машине мест, для того, чтобы повернуть, то есть, скажем, ну, там, с инфляционной, такая платформа, да, давайте попробуем состыковаться с каким-нибудь, каким-нибудь нашим трейлером. Просто нажимаем кнопочку, и у нас все это дело замечательным образом стыкуется. Давайте попробуем проехаться, не знаю, где здесь день, по стояночке, там было вроде место. Попробуем развернуться, посмотрим, как у нас все это дело работает на избол, сильно ломать не будем. Ну, как видите, ось у нас повернулась, она нам помогает поворачивать. Из нее бы все-таки, ну, было бы тяжким. Так, пошли. В зеркало все у нас видно, как хост следует за нами. Пройдем через затравочку. И так необычно кабину выносится вперед, когда тормозим. Ну, и, в принципе, на этом, наверное, и все. То есть, больше по данному моду показать и сказать нечего. То есть, также хотелось бы еще раз попросить вас обратить внимание на то, все-таки, какой трейлер вы хотите себе выбрать. Собственно, ну, тандем. Да, если вы на тандеме ездить не собираетесь, там есть у нас также вариант с тягачом. То есть, седло у нас там есть, шасси с седлом. Вы можете просто не подключать трейлер и все. То есть, ну, единственный минус этих трейлеров лишь только в том, что все-таки они заменяют абсолютно все грузы в игре, то есть, которые может взять игрок. То есть, как мы увидим, у трафика, в принципе, такой проблемы нет. На трафик у нас эти грузы не переходят. Лишь только берутся на доставку того, что у нас может взять пользователь. Безусловно, это, наверное, один из самых огромных минусов, которые присутствуют в данном моде. В принципе, в остальном, наверное, никаких косяков и прочего-прочего я не обнаружил. То есть, управляется грузовик абсолютно адекватно. То есть, все работает, все подцепляется так, как нужно. Расцепляется так же. То есть, мы расцепились, подцепились без каких-либо проблем. Были некоторые моды, в которых мы отцепляем грузовик. Ну, наш маленький этот трейлер нас просто откидывало вперед на грузовике. Ну, то есть, не было это все как-то более-менее детализировано, а как-то протестировано. Может, какие-то там все-таки косяки оставались. Просто авторы на это все дело забивали. Здесь же, в принципе, все сделано на должном уровне. Я советую все-таки любителям так называемых тандемов, тандемов, заговариваюсь уже, тандемов. Я все-таки советую скачать данный мод, поиграть, посмотреть. Довольно-таки интересная вещь. Вносит разнообразие, конечно, в игру. То есть, ну, неизвестно, когда разработчики ведут такую поддержку. То есть, и даже у них и в планах, наверное, такого нет. Ну, а все-таки, вон, дело, и это дело все сделали за них. И дают нам попробовать данный грузовик. Ну, в принципе, на этом все. Вот я вам, наконец, под конец решил вам показать анимацию дворников и анимацию дворников на фарах. Ну, и на этом, наверное, все. Если вам понравилось данное видео, я думаю, что вы поставите ему лайк, возможно, даже поделитесь со своими друзьями, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну, а с вами был я, Алексей. Желаю вам всего хорошего настроения. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok